Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные. В 2020 году на развитие Новоуральского городского округа оказало влияние распространение новой коронавирусной инфекции. В 2020 году на развитие Новоуральского городского округа предприняло немало усилий и совместно выработали меры, направленные на поддержку социально-экономической ситуации в городе. Из городского бюджета 300 жителей городского округа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь. 1100 особо нуждающих жителей получили продуктовые наборы. Администрация Новоуральского городского округа и средств бюджета оказала значительную помощь городским предприятиям, бизнесу. В том числе субъекты малосреднего предпринимательства были полностью освобождены от внесения арендных платежей за имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Предприятиям городского округа, деятельность которой была приостановлена, оказана финансовая помощь в виде субсидий на компенсацию выпадающих доходов и на выплату заработной платы сотрудникам на сумму более 7,5 миллионов рублей. Муниципальным учреждениям была оказана помощь в приобретении средств защиты и дезинфекции. В целом из бюджета городского округа на мероприятия по предотвращению коронавирусной инфекции выделено 25 миллионов 900 тысяч рублей. Основные экономические показатели. Экономика округа, опираясь на промышленный сектор, включая Уральский электрохимический комбинат, научно-производственное объединение, Центротех, Экоальянс, Завод медсинтез и весомую бюджетную сферу, прошла этот период и в более мягком режиме, чем другие города Свердловской области. Оборот организации по реализации товаров за 2020 год составил 49 миллиардов рублей, что ниже 2019 года на 4,5%. Объем промышленного производства 44 миллиарда рублей, снижение на 4% к 2019 году. Развитие инвест-климата. С февраля 2019 года на территории округа существует территория особо социального и экономического развития. Резидентами стали 10 субъектов. По итогам 2020 года на реализацию проектов выделено свыше 50 миллионов рублей, созданы 68 рабочих мест. На территорию городского округа вне площадок ТСР зашли такие крупные предприятия, как завод металлических конструкций «Атомстрой», уральский завод модульных конструкций, новоуральский металлургический завод. На площадке «Амура» начаты работы по созданию территорий опережающего развития. Формирование заявки в Минэкономное развитие должно быть закончено в первом полугодии этого года. Всего в 2020 году в производственном секторе создано более 170 рабочих мест, заключено 10 соглашений на срок от 3 до 5 лет. По ТСР мы создаем на сегодняшний день комиссию, которая будет предметно рассматривать все действующие проекты. Тема по созданию дочернего зависимого общества тоже двигается. Коллеги из «Атомтор» предоставили нам пакет соответствующих документов, и мы их смотрим уже и будем принимать решения в ближайшее время. По бюджетной деятельности и исполнение бюджета за 2020 год по доходам составило 4,4 млрд. Исполнение расходной части 95,95% или 4,446 млрд. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. За счет средств местного бюджета остаток осигнований составил 136 млн. В том числе 63 млн. за счет средств резервного фонда. 38 млн. рублей – средства, подтвержденные потребности по заключенному в 2020 году договору. По средствам, используемых в соответствии с соглашением между корпорацией «Росатомы» и правительством Сровской области, с учетом остатков прошлых лет, в 2020 году направлено на мероприятие 391 млн. 700 тысяч рублей, оплачено 340,5 млн. рублей. На 2021 год перешли такие объекты, как благоустройство аллеи молодежи – 31,6 млн. рублей. Обустройство стадиона детской спортивной школы номер 2 – 13,9 млн. Проектно-искальческие работы на реконструкцию центрального стадиона – 3,7 млн. рублей. Ну что, по центральному стадиону проектную документацию мы закончим в сентябре вместе с экспертизой. К сожалению, мы затянули почти на год эту ситуацию. По аллее молодежи у нас работы начаты. Мы не начинаем второй этап до тех пор, пока не закончим первый. То есть стыдно уже перед жителями, на самом деле, и я думаю, что будем заканчивать. Пока работают в графике. Вадим Рысич каждую неделю это дело у нас контролирует. Значит, докладывает, что ситуация под контролем. На 2021 год предполагается выделение дополнительных средств на реализацию мероприятий. По соглашению на сегодняшний день это у нас 345 млн. рублей. Значит, из больших объектов это у нас реконструкция стадиона – 50 млн. 111 млн. – это у нас постройка трех домов в деревне Починок. Наказы избирателей, значит, покупка и приобретение техники для ДКС – 49 млн. рублей. Значит, деньги уже подтверждены. Я думаю, что по соглашению мы будем работать не только в 2021 году, но и в 2022 тоже. Нацпроекты. Сбалансированному развитию округа способствуют участию приоритетных нацпроектов. В 2020 году в Новоральском городском округе шла реализация семи нацпроектов и семи рекомпонентов. Участие в нацпроектах – это уникальная возможность. Как мы все понимаем, было привлечено более 224 млн. рублей из средств федерального и областного бюджетов. Что сделано? В рамках нацпроектов «Демография» и социального проекта «Спорт. Норма жизни» закуплен спортивный инвентарь для отделения «Шорт-река». Проведены мероприятия по этапному внедрению комплекса ГТО. В рамках нацпроекта «Демография» построен и сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Южном микрорайоне. Общая сумма проекта – 174 млн. рублей. Есть гарантийные замечания. Мы их устраняем. Работа будет проведена. По программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская седа» завершен первый этап благоустройства бульвара имени академика Кикоина. В этом году мы заканчиваем уже второй этап. Это тоже работа у нас сейчас контролируется. Пока работа уйдет у нас с графики. И мы надеемся, что так и будет. В рамках нацпроекта образования на базе станции юных техников создан детский технопарк «Кванториум» на базе Мадоу детский сад «Росток». Заработан консультативный центр «Индива». Нацпроект «Цифровая экономика» и рекпроект «Кадры для цифровой экономики» позволили создать в лице номер 58 инновационный сетевой центр для технического развития детей. На 2021 год запланирован второй этап благоустройства бульвара имени академика Кикоина. Это, я уже сказал, создание точки роста на базе общеобразовательной школы в деревне Починок, проведение ремонтных работ по созданию модельной библиотеки, продолжение мероприятий проекта «Умный город». Начали мы сеть, так скажем, обсуждений всех нацпроектов, которые у нас существуют сегодня. Первый этап прошел. Сегодня мы посмотрели уже образование. Нет, пока образование мы еще не успели. Теперь, посмотрите, культуру спорт. Я своим коллегам ставлю задачу из комитета молодежи спорта, чтобы мы посмотрели, где мы действительно участвуем, где мы недорабатываем. Мы пройдемся по всем нас проектам. Я вам в ближайшее время уже доложу наши планы, планы нашей администрации по участию в тех или иных нас проектах. Но скажу так, что, честно говоря, некоторые у нас проекты мы опережаем. У нас уровень довольно высокий, в том числе у нас по культуре мы уже некоторые показатели выполнили, что отрадно, конечно. Комфортная городская среда. В 2020 году на реализацию мероприятия по благоустройству было направлено 215 миллионов рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 66 миллионов, местного бюджета 136. 21 октября завершен первый этап благоустройства уже академик Коина говорила, средства из федерального бюджета 90 миллионов, из областного 28 миллионов. Контроль за реализацией осуществляется. Кроме того, в рамках программы комфортной городской среды продолжены мероприятия по комплексному благоустройству дворов на условиях софинансирования жителей. Объем финансирования составил 21,5 миллион, в том числе за счет средств собственников жилья 1,9 миллиона. Выполнены работы по благоустройству шести дворовых территорий. В настоящее время жители восьми домов проводят собрания по вопросу участия в программе в текущем году. В рамках исполнения наказов избирателей 58 миллионов будет направлено на благоустройство городских и дворовых территорий. По предложениям депутатов городского округа, 11 миллионов также дополнительно планируется направить на благоустройство городских и дворовых территорий. 35 миллионов на капитальный ремонт теплосетей и сетей водоснабжения. Продолжается строительство уличного газопровода в деревне Починок. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 17 километров газопровода высокого и низкого давления. Это позволит газифицировать 204 дома и 94 участка перспективной жилой застройки. В 2019 году, я уже говорил, у нас по вине подрядной организации невыполнены сроки по аллее молодежи. Будем выполнять. Среди задач на 2021 год завершение этапа благоустройства Кикоэна, аллея молодежи, ремонт путепровода над железной дорогой напротив первой проходной с завершением сроков до 30 октября. Серьезнейшее мероприятие. Задача поставлена, чтобы у нас, во-первых, при ремонте не было пробок, то есть, чтобы работали у нас ГИБДД, светофорные объекты надо, Вадим Рызович тоже будет там посмотреть, то есть, как они работают в первую неделю. Посмотреть, если есть какие-то вещи, у нас там очень маленькое плечо до проходной, то, конечно, будем оперативно править, чтобы нашим жителям было комфортно. Ну, дискомфорт определенно все равно будет. Обеспечение высоких темпов малоэтажного строительства в микрорайоне номер 13. Завершение работ планируется в 2022 году всего. Планируется построить 41 дом. Общее количество подданных заявок на сегодняшний день 204. Прорабатывается вопрос у нас по малоэтажной застройке, то, что я говорил уже на рабочем совещании. Значит, рассматриваем мы три площадки 22Б, 22В микрорайон и веревки и ногол. Вот переговоры ведутся у нас с короветом. Значит, будем смотреть, насколько мне коллеги докладывают. На настоящий момент уже заявки на приобретение коттеджев до 120 метров. Вот не те коттеджи, которые у нас выше 150 уже в микрорайоне 13, они есть. То есть, есть уже заявки. Но будем смотреть сейчас. И механизм, как мы это будем делать, я тоже буду вас информировать, соответственно. Жилищное строительство и реализация жилищной политики. В 2020 году введено в эксплуатацию 5 438 метров квадратного жилья, в том числе трехэтажный на квартирный дом по улице Льва Толстого, Льва Толстого 15 и 20 индивидуальных домов в городе и населенных пунктах. Обеспечены жильем по договору соц.найма 14 семей и малоимущих граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье. Социальные выплаты на приобретение жилья получили 6 молодых семей. В 2020 году 14 служебных жилых помещений предоставлены трем педагогам, двум военнослужащим и девяти медицинским работникам. Необходимо реализовать комплекс мероприятий по соглашению очереди нуждающихся. Это ремонт помещений и пополнение жилищного фонда за счет приобретения квартир. Кроме того, необходимо провести косметический ремонт 19 жилых помещений. Тема пока для меня не совсем понятная, потому что мне коллеги из комитета ЖПХ, прошу прощения, докладывают, что тот маневрный фонд, который у нас есть, это в основном полуподвальные помещения. Будем разбираться на самом деле. Если надо ремонтировать, будем ремонтировать. Но, конечно, очередь надо снижать. Эту задачу я ставлю себе, поэтому будем разбираться. Работа по подготовке концессионного соглашения РУСАТОМ и инфраструктурные решения. Тема важная. Мы, я имею в виду администрация городского округа, за концессию. Но единственное, есть момент, который нужно понимать. И в настоящий момент мы прорабатываем вопрос, что получит городской округ и в какие сроки в результате реализации концессии. Долг понятен, значит, плата концидента понятна, немножко непонятно, какие объекты. С Вадимом Рейсичем мы 5 мая едем в Лесной. Посмотрим, почему буксует у нас концессия сегодня в городе Лесной. Поговорим с главой, значит, посмотрим тему, кстати, еще и по управляющей компании. Вот у них создана муниципальная компания. Проработаем было в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Есть определенные моменты и мнения, которые тоже надо учитывать. Я думаю, что по результатам поездки и по результатам того собеседования МИН ЖКХ мы проведем совместное совещание, где рассмотрим все мероприятия детально и уже будем понимать, что и в какие сроки получит городской округ в результате концессии. Это важно. Важно, безусловно, отдавать долги, но важно и понимать, что мы реально получим. У нас проблемы с сетями огромные, у нас потери в сетях большие, поэтому нужно этот вопрос решать. Но откладывать, безусловно, мы его не будем. Значит, проработка будет делаться оперативно. Развитие транспортной инфраструктуры. Выполнен ремонт автомобильных дорог площадью 81,2 тысячи квадратных метров на сумму 56,2 миллиона. Отремонтированы улицы Ольхова, Тегенцева, Жиголовского, Аджиникизы, участок Первомайский от улицы Свердлова до улицы Первомайской, 68. Сразу говорю коллеге, что заводим мы лабораторию по проверке объема работ, выполненной и по качеству ремонта. Значит, на этот год у нас запланировано 70 миллионов, самый большой объект улицы Первомайская. Мы уже обозначили, что лаборатория зайдет также на улицу Первомайскую. Мы будем смотреть качество. Почему у нас? Мы не получаем за наши деньги то, что хотим видеть. Значит, ну и обозначаю сразу, что уровень ремонта, который нужен сейчас в нашем городе, это 120-130 миллионов в год. Тогда мы будем с вами иметь качественные дороги. И, безусловно, это все надо делать с обустройством бортового камня. У нас с вами не осталось практически бордюров в городе. Это очень опасно. Это, во-первых, грязно на наших дорогах и безопасность наших автомобилистов, наших жителей. Мониторинг проблем в сфере здравоохранения. В течение последних пяти лет не теряет злободневность темы здравоохранения. Ситуация с пандемией еще более ее обострила. В острый период центральная медико-санитарная часть номер 31 получила значительную финансовую помощь. От УХК 4,4 миллиона на ремонт медицинского оборудования, закуп медицинского оборудования. От госкорпорации Росатом 40 миллионов на скупку медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты. В настоящее время у нас имеется потребность в медицинских кадрах медицинские сестры 4 человека. Ну вот верю тем цифрам, которые коллеги, на самом деле буду их проверять. Но пока такие цифры у меня. Фельдшер выездной бригады станции скорой медицинской помощи 5 человек. Фельдшер 3 человека. Вот ларинголог поликлиники городской 1 человек, врач-невролог поликлиники городской 1 человек, врач-терапевт участковой городской поликлиники 10 человек, врач-анестезиолог, реаниматолог 2 человека, врач-терапевт 3 человека, врач-нарколог 2 человека, гастроэнтеролог 1 человек, врач-кардиолог 1 человек. Итак, администрация готова вести переговоры с ФМБ России о пересначении и модернизации нашей медсанчасти. Начать надо хотя бы, я думаю, что с асфальта в медгородке. Яма огромная у нас, не знаю, будем думать там, потому что она уже позорище какая-то. Вот, значит, ну, вижу здесь наше участие, это в том числе и в малолетажном строительстве, готовы предоставлять малолетажные коттеджи и нашим врачам, которые приедут здесь, чтобы они у нас в первую очередь чувствовали себя здесь комфортно у себя дома и видели перспективу в нашем городском округе для своей жизни и там рождения детей и так далее, и так далее. Работа на стратегии социально-экономического развития Новоуральска до 2035 года. Мы с вами вместе в субботу прошли публичные слушания. Есть замечания, безусловно, есть и у меня, и у коллег, и у коллег-депутатов. Значит, продлили мы рассмотрение, ну, пока я помню срок такой 30 мая, но на самом деле срок он не конечный, надо будет смотреть, сколько понадобится, столько будем дорабатывать эту тему. Мы хотим получить все-таки стратегию именно как рабочий документ, по которому мы будем уже работать. И с учетом, конечно, тех стратегий, результатов, которые были в Новоуральском городском округе, надо посмотреть, чего мы достигли, чего мы не достигли и почему мы не достигли этого. Это важная работа, на основе которой мы с вами вместе уже сформируем в этом году план мероприятий по реализации стратегии без ягонтизма, с пониманием четким, как минимум пятилетним уже таким оперативным, ну и перспективно до 2035 года. Рассвитие общественных институтов и взаимодействие с общественными городскими организациями. В 2020 году сформирован четвертый состав общественной палаты, требуется расширение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления. Вот, коллеги, вот не хочу считать, что написано, честно говоря, ну, наверное, да, требуется, безусловно. Начал я с того, что пошел по коллективам, увидел острый дефицит общения даже с главой, с администрацией, значит, я не знаю, может, пандемия на это повлияла, там, еще что-то повлияло, но тем не менее, мы перестали разговаривать с нашим народом, почему-то и мы не слышим его. Может быть, депутаты слышат, но администрация почему-то, так скажем, критика у меня есть к этому подходу. Поэтому будем выходить, значит, создаем мы с вами молодежную палату. Вчера я этот документ развернул, потому что увидел, что в нашем проекте одни студенты почему-то, с кем работать. Ну, студенты здорово, но студентов должно, по моему мнению, быть не более 20%. Все-таки должна быть эта рабочая молодежь, это те, кто будут у нас формировать нашу молодежную политику, это те, кто у нас, извините меня, будут участвовать в составлении нашей программы молодежной политики, это те ребята, которые завтра пойдут на выборы, возможно, в следующем году, на следующий срок. Мы должны им показать, что это не формальное участие, понимаете, это именно работа и именно работа на результат. Вот я ставлю такой вектор сейчас в своей работе, значит, в работе администрации. И также то же самое по общественной палате. То же самое, на самом деле, вот можно взять вот что, там, на Уральское долголетие, да, которое сейчас мы активно прорабатываем вопрос, мы видим роль общественной палаты именно как совещательный орган при формировании перечня мероприятий в рамках, значит, долголетия на Уральского. То есть, чтобы они критиковали, говорили, насколько эффективно, рекомендовали количество средств, которые нужно на какие-то мероприятия, значит, направлять, поиспользоваться нашей инфраструктурой, которая существует. То есть, это вообще огромная работа. По Роскорпорации, безусловно, это по коллективной группе налогоплательщиков надо прорабатывать. Сколько у нас, соответственно, будет этих средств. На что? Мы потеряли практический пакет проектов, который у нас в городе должен быть сформирован на пять лет. И, ну, вот, к сожалению, так. Понимаете? То есть, это тоже вопрос взаимодействия. Я сказал Наталье Владимировне, я говорю, Наталья Владимировна, она говорит, ну, сколько нужно? Я говорю, вы знаете, у меня пока совесть, ну, совесть мне не дает вам сказать, сколько у нас нет проектов. У нас остался один проект на центральный стадион. Поэтому это тоже такая большая, неохваченная работа, которой надо точно заниматься. Ну, и, безусловно, выборы у нас депутатов, которые сказал Евгений Тимиргалевич, безусловно, мы должны пройти. Их очень достойно в этом году. И еще, коллеги, вот я хочу сказать, пользуясь трибуной, кто еще не привился, кто еще не привился в нашем городе. Я прошу, у нас президент предоставил всей стране четыре дня дополнительных выходных с сохранением средней заработной платы, чтобы наши жители нашей страны могли спокойно привиться. Если вдруг, не дай бог, какое-то недомогание полежать, немножко отдохнуть, я призываю вас сходить привиться. Андрей Юрьевич нам, наверное, там расскажет, где, когда. Но я знаю точно, что все праздники у нас, местная часть, работает. Все, кроме женской консультации, да, Андрей сказал. Вот все работают, у нас все кабинеты специально. Поэтому прошу вас, кто еще не сделал этот ответственный выбор, сделать его, сходить привиться. Спасибо. Коллеги, у меня все. Продолжение следует...